МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом мы поговорим в программе. Здравствуйте! Это КФУ «Итоги недели». Расскажем о наиболее значимых новостях университета и республики за неделю. Сегодня вы увидите. Хотелось бы, чтобы все у нас было в идеальном состоянии. Бытовые вопросы. Как в КФУ будут решаться проблемы студенческих общежитий? Предлагаем добывать из-под земли не нефть, а водород. Нефть, газ, наука. Каков вектор развития у Института геологии и нефтегазовых технологий на ближайшие годы? Совокупность атомов, которые определенным образом связаны друг с другом. Устройство атома. Как Бутлеров совершил революцию в химии? Шахматы в стенах Казанского университета практически были всегда. Шахматные короли. Почему в КФУ решили открыть шахматный клуб? Для ремонта и обновления мебели в общежитиях Казанского федерального университета выделено около 90 миллионов рублей. О ситуации в них на этой неделе на специальной встрече с журналистами рассказал ректор Ильшат Гафоров. Как отметил ректор, скорее всего со следующего года общежития будут закреплены за институтами. Для того, чтобы и директора были заинтересованы в нормальном содержании мест жизни студентов в период их обучения. В Казанском университете продолжается заселение студентов в общежития. В комнаты въехали почти 10 тысяч молодых людей. Всего в распоряжении КФУ 31 объект, в которых предусмотрено жилье для студентов и сотрудников. И, конечно же, невозможно в каждом из них иметь идеальные условия для проживания. В некоторых знаниях до сих пор идут отделочные или санитарные работы. Отметим, что перерыва в деятельности общежитий летом практически не было. Здесь жили иностранные студенты, которые не могли уехать к себе домой из-за пандемии. Абитуриенты, которые сдавали творческие экзамены. КФУ также реализовал программу студенческого кэшбэка, встречал коллег из других регионов. Одним словом, жизнь в студгородках также кипела. И, тем не менее, администрация студенческих домов готовилась к новому учебному году. Какие проблемы возникли у персонала и студентов? Какие решения приняты? И что еще предстоит сделать? Расскажет Луиза Сагитова. Нет никаких проблем с грибком уж точно не было. От Аркана мы живем довольно чисто, то есть все убираем. Так что проблем с ними каких-то серьезных нет. Владислав Васильев живет в пятом общежитии КФУ четвертый год. Комнату делит с двумя студентами вуза. С момента заселения обстановку не меняли, да и не было необходимости, признается Владислав. Все кровати были здесь, все шкафы тут были, то есть стол, стулья. Ну, мы единственное, только обои переклеили. И обои, клей для обоев нам давал комендант. От шума в коридоре Владислав спасается наушниками. Сейчас в общежитии делают косметический ремонт. На кухнях, в туалетах и в умывальных комнатах рабочие меняют плитку, светильники, красят и обрабатывают от грибка стены. На четвертом и пятом этажах уже постелили новый линолеум и установили плинтус. Здание пятого общежития построено в 1969 году. Последний ремонт здесь проводился 16 лет назад. И вот сегодня. В общежитии есть читальный зал, прачечные, душевые. Перебоев с водой практически не бывает. Не шик, но жить можно, говорят студенты. Потому и стараются закрепиться здесь, поднимая рейтинг в вальной рейтинговой системе. Каждый студент, проживающий в данном общежитии, должен зарплатить определенное количество баллов. Если необходимо убраться на территории, ежесезонно, осенью и весной на территории. Выдают нам инструменты, перчатки, мусорный пакет. И студенты выходят, кому нужно, кто хочет эти баллы отработать. И отрабатываем таким образом, или посещаем мероприятия. Частичный ремонт сейчас проводится и в общежитиях по адресу Пушкина, 32А, и на улице Аделикутуя, 2Б. До конца сентября подрядчики обещают завершить работы. Мы здесь начали работу с того, что обрабатывали стены антисептиком, чтобы не было грибков в дальнейшем. Антигрибковым средствами проводили частично ремонт штукатурки стен, где стены были в непригодном состоянии. Отшпаклевали, все покрасили. Где-то была частичная замена плитки кафельной. Соответственно, в санузлах, на кухне, где было необходимо. В ближайшее время планируется решить проблему и горячей воды. Ее нет в пяти общежитиях КФУ. В начале мая на наружном трубопроводе горячего водоснабжения произошла авария. Экспертиза показала, что магистраль не подлежит восстановлению и при этом является бесхозной. Сейчас ее заменяют накопительные водонагреватели, которые установили в общежитиях. Правда, только в душевых кабинах. Понятно, что в бойлерах воды не хватает. Не только потому, что их в принципе не хватает, потому что там еще есть нарушение регламентов пользования. Комиссионно приняли решение профинансировать укладку трубы за счет университета. Цена вопроса там более пяти миллионов рублей. На сегодняшний день нашли организацию, которая готова в течение двух недель провести все эти работы. Усатые кусачи еще одна проблема общежития КФУ. Ранее в сети появились кадры с тараканами и клопами, которые гуляли по комнатам и в коридорах четвертого общежития. Не отрицает наличие насекомых и руководство студенческого городка. По словам директора Радика Николаева, причина тому – отсутствие полноценной обработки. Летом многие иностранные выпускники и студенты из-за пандемии не могли уехать. Вуз пошел навстречу, оставил ребят проживать в общежитиях. Обработку помещений пришлось вести локально. Множество жалоб, которые сейчас поступают, это именно те помещения, в которых мы в летний период не успели сделать обработку. Сейчас, когда у нас уже начался учебный год, есть комнаты, которые еще не полностью заняты общежитиями студентами. Мы переселяем студентов в свободное помещение для того, чтобы не было отравления, не было каких-то реакций аллергических. Матрасы, конечно же, они не меняются, они просто подвергаются камерной обработке под паром, под высоким давлением, под высокой температурой. Заявки на устранение усатого вопроса, а также проблем с сантехникой, мебелью, электрикой студенты оставляют у заведующих общежитий. Практика, отработанная годами. Если вопросы не решаются, то нужно обратиться к администрации студенческого городка КФУ по указанному на экране контактам, говорит руководство студгородков. Но до этого, как правило, доходит редко. Ну, я живу здесь уже третий год, именно в этом блоке, между прочим. А условия хорошие. Ну, бывает, конечно, там что-нибудь ломается, там унитазы всякие текут, но это сразу все тянет, оставляем заявки, приходят, ремонтируют. Также в этом учебном году в общежитиях планируется заменить частично сантехнику и мебель. Об этом на встрече с журналистами рассказал ректор КФУ Ишат Гафуров. На эти цели будет затрачено около 90 миллионов рублей. Сейчас готовятся техзадания для организации закупки. Однако на этот раз к обновкам решено отнестись бережнее. Мы будем требовать и просить, чтобы та мебель, то имущество, которое дается во временное пользование в комнатах, чтобы они тоже соблюдали соответствующие правила использования этого имущества. Если каждый будет на столах скакать, да, то этот стол развалится там в течение недели, может быть, суток. В местах общего пребывания будет везде поставленная камера, чтобы мы видели, кто ломает, кто там выбрасывает. Отчасти причиной беспорядков в общежитиях Ишат Гафуров называет и полное доверие студенческому самоуправлению. Многие вопросы переданы самим жителям судгородка. На практике видно, что эта мера не всегда себя оправдывает. Мы исходили, я лично в том числе, исходил, что у нас при дефиците общежития всегда возникают спорные моменты. И хотелось бы, чтобы люди научились, они уже самостоятельные, там, самым молодым 17 лет, все остальные уже взрослые люди, да, чтобы они как-то научились выстраивать среду обитания самостоятельно. Всего на капитальный и текущий ремонт из студгородка КФУ с 2013 года потрачено свыше миллиарда рублей. Немалая сумма потрачена и на приведение в порядок деревни Универсиады. Ведь помимо студентов, там принимают участников соревнований со всего мира. Мы должны были привести общежития деревни Универсиады, достойные, пригодные для заселения всех участников этих международных мероприятий, и соответствующие состояния, и что было сделано. Но ресурсы-то они от нее те же. Хотя в деревне, которую мы называем студенческим городком, то есть по сути это старые общежития, ремонтные работы фрагментарно проводились практически всегда, за исключением последнего года. Сейчас КФУ завершается заселение студентов в общежития. Больше половины обосновались в комнатах студенческого городка и деревни Универсиады. Всего там предусмотрены места для 14 тысяч человек. Максимальная стоимость проживания – 1150 рублей в месяц. Для бюджетников почти в два раза меньше. Стоимость проживания в общежитиях, конечно, не то что не покрывает, она не покрывает и 30% тех затрат, которые мы осуществляем. Более того, по итогам прошлого года, до сегодняшнего дня, порядка 25% студентов в целом не оплачивают жилье. Это очень большой показатель. То есть тысяча студентов, если живет, то 250 человек не оплачивают его. Сентябрьские события показали необходимость изменений, поэтому со следующего года планируется закрепить общежитие за институтами, чтобы не только студенты, но и деканаты были заинтересованы в нормальном содержании мест жизни. На каждом этаже у нас выбирается староста, и у нас получается на каждый день недели выбирается определенная комната. И эта комната убирается, допустим, в умывальне, на кухне. Вот такие уборы приводятся. Подобирается что подразумевается? Ну, если вот кран, допустим, может там еда засорилась, там это убирает. Кран, там губка протирает, там стол тоже убирает весь. Самоуправление в общежитиях не отменят, репрессий не будет, вложение продолжится, сказал ректор КФУ. Сейчас проблемы устраняют по мере возможностей, и здесь не только фактор финансовый, но часто и человеческий. Безусловно, благоустройство важно, но и дальнейшее поддержание порядка тоже нужно. А тут, как в семье, главное – взаимопонимание, помощь друг другу и генеральная уборка. Луиза Сагитова, Радмир Софиулин, КФУ. Итоги недели. Не хватка мест в общежитиях – еще одна серьезная тема, которую мы вскользь упомянули. Но она требует кардинальных решений. И это связано не только с поступающими студентами. Речь о том, что университет готовит кадры для науки, медицины, промышленности. А это и аспиранты, молодые ученые, которые должны продолжать дальнейшее обучение и работу в технопарках, лабораториях Федерального университета. Для приезжих и иностранных будущих специалистов вопрос жилья актуальный. Поэтому Ильшат Гафуров неоднократно говорил о строительстве новых общежитий. Университет нуждается в строительстве нового кампуса и двух общежитий примерно на тысячу-полторы тысячи человек в набережных Челнах. В Казани необходим дом для студентов на две тысячи мест. О возможном создании дополнительного кампуса Казанского федерального университета для проживания растущего потока иногородних студентов находится на контроле и Кабинета министров Татарстана. Об этом на неделе рассказала руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. Она отметила растущую роль татарстанской столицы как центра студенческой жизни России. В городе действует значительное количество вузов, поэтому ежегодно поток учащихся из других регионов и стран только увеличивается. К теме общежитий мы еще вернемся в программе. Десятилетний юбилей в этом году отмечают Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Это один из ключевых институтов университета, который тесно работает не только с научным сообществом страны, но и с промышленными компаниями, причем по всему миру. О том, как институт представлен в будущей программе «Приоритет 2030», о последних исследованиях и разработках ученых, а также об изменениях в новом учебном году, мы поговорим с проректором Казанского федерального университета по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о земле, директором Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Данисом Нургалеевым. Здравствуйте, Данис Карлович. Здравствуйте. Первый вопрос касается участия в КФУ в программе «Приоритет 2030». Университет сейчас занимает серьезную нишу в исследованиях нефтегазовых технологий. Есть ли упоминания об этом защитном проекте и, если да, то каких исследований это касается? «Приоритет 2030» мы представили такую программу, которая называется «Российский энергетический переход». Это баланс природных ресурсов и глобальных трендов. То есть у России в этом глобальном зеленом переходе своя история, свой путь. И вот именно этот путь мы раскрываем в этом проекте. И, конечно, эти технологии, которые мы предлагаем развивать в новом проекте, они основываются на тех достижениях, на тех исследованиях фундаментальных и прикладных, которые мы провели в рамках научного центра мирового уровня. Ну, я так коротко скажу, что мы предлагаем технологию генерации водорода под землей с использованием катализаторов. То есть та вот история о том, что мы проводим нефтепереработку под землей, которую мы в рамках научного центра мирового уровня развивали технологии, уже у нас есть применение. Мы технологии внедрили в нескольких компаниях. Сегодня опять на очереди несколько компаний стоят уже с использованием, для использования этих катализаторов, технологии, которые мы предлагаем. Эта технология пошла. А теперь мы эту технологию развиваем в рамках политика 2030 и предлагаем добывать из-под земли не нефть, а водород. Как раз о научном центре мирового уровня. Совсем недавно на Татарстанском нефтегазохимическом форуме его разработки получили две награды. Расскажите об этих разработках коротко и вообще какие задачи стоят в ближайшем времени? Ну, знаете, вот обе разработки касаются цифровизации, так называемой. Сегодня же такой вот термин, да, цифровизация, цифровизация, да, везде. Это Гиснейра и Геоиндикатор получили Гран-при. Что такое Гиснейра? Гиснейра это нейронная система, нейронная сеть или искусственный интеллект, в том числе и обучаемая сеть, которая используется для анализа большого числа данных геофизических средствами скважин. А программа Геоиндикатор, это тоже софт. Она позволяет, скажем, на основе анализа состава воды, нефти на месторождении определить, скажем, как провести, оптимизировать разработку этого месторождения. В этом году институту и Центру дополнительного образования исполняется 10 лет. Я понимаю, что говорить об итогах можно, наверное, даже больше, чем позволяет эта наша программа. Но вот что самое главное вы бы отметили за эти 10 лет? Конечно, за 10 лет, я думаю, что в конце года мы отпразднуем хорошенько, значительно 10 лет прошло. И, конечно, Геофак и Институт геологии нефтегазовых технологий – это совершенно разные заведения учебные, абсолютно. И в области образования, и в области науки, в области прикладных исследований, в области, скажем, работы с компаниями, привлечением людей, специалистов. Это небо и земля, на самом деле. За эти годы произошли колоссальные изменения. Ну, про институт я еще, думаю, расскажу как-то. Вот я хочу сказать немножко про Центр дополнительного образования. Он как бы в институте небольшой такой есть центр. Вот. Этот центр, он колоссальную роль, при себе, сыграл. И у него несколько таких функций образовалось, которые оказались абсолютно важнейшими для развития института. И, как бы, они продолжают развиваться. И мы даже не думали, что это вот так вот повернется. То есть мы думали, что этот центр будет заниматься дополнительным образованием. То есть мы будем создавать какие-то программы. Предложение специалистов и обучение их у нас стало, знаете, такими воротами в компании. И очень много проектов после этого мы заключили с компаниями уже в других совсем областях. Второе, неожиданное такое, вот, наверное, тоже мы не думали, что это так будет. Оказалось, что вот те программы учебные, которые мы внедряли для повышения квалификации специалистов в компании, в конце концов превращались в такие большие блоки, которые мы затем уже внедряли вот нашим бакалаврам и магистрам. Центр дополнительного образования оказался носителем самых передовых технологий, даже которых еще в России нет, например. Ну, кстати, об институте, как прошла приемная кампания, появились ли, может быть, новые направления или какие-то другие изменения? Да, вот знаете, насчет новых направлений, да, у нас вот сейчас очень звучная такая программа совместная магистратуры по нефтегазовому делу, по патрульному инжиниринг, совместно с Imperial College в Лондоне. Эта программа финансирует BP и Роснефть совместно, она очень дорогая. 10 человек каждый год на нее поступают, учатся. Ну, это, конечно, очень крутая совершенно программа. Тем более, что Imperial College – это вуз номер один в области патрульного инжиниринга в мире. И, получив диплом этого вуза, знаете, можно левой ногой открывать дверь в любую компанию, не только в российскую, но и в любую зарубежную компанию. Россия – такая страна, в которой вот эта работа, она очень почетная и очень важная. И вот то, что наши выпускники стопроцентно распределяются, если только сам человек не захотел, по компаниям и стартовые зарплаты у них, конечно, наверное, одни из самых высоких в университете, в этом никакого сомнения, конечно, нет. Большое спасибо за интересную беседу. Как бы развивалась химия, не будь Александра Бутлерова. Ведь именно наш земляк, великий ученый, стал основоположником теории химического строения. Звучит сложно, но это именно то, с чего начинается для нас всех знакомство с химией. Это учение о строении молекулы. К этому относят и природу атомов, и порядок химической связи между ними. Одним словом, это фундамент самой науки химии. И основные положения теории химического строения были развиты именно Александром Бутлерова. Казанский университет по праву может гордиться многими своими учеными-выпускниками, но особая честь – это то, что в нем зародилась Казанская химическая школа. Кафедра химии была открыта в год образования самого университета в 1804 году. А уж ученые, которые здесь работали, оказали колоссальное влияние на мировую науку. Карл Клаус, Николай Зинин, Владимир Марковников, Флавиан Флавицкий, династия Арбузовых – это лишь небольшой список имен, о которых химики говорят с придыханием. Александр Бутлеров в этом списке на особом почетном месте. И не только потому, что он великий ученый. Как говорят современники, он обладал большим количеством других талантов. А главное – и прекрасных человеческих качеств. Прожил он всего лишь 57 лет, но оставил большой след в российской истории. В сентябре мы отмечаем день его рождения. Илья Андреев окунулся в историю университета и стройный ряд химических элементов. Бутлеровская школа органической химии настолько обширная, что можно сказать, что прапраправнуки Бутлерова, научные праправнуки, они до сих пор работают в Казанском университете. Музей Казанской химической школы совсем не похож на остальные музеи. Он скорее напоминает дом-музей. Здесь нет выставочных витрин, табличек, запрещающих фотосъемку. Чувствуется, что вот-вот в свой рабочий кабинет войдет и сам Бутлеров, который буквально недавно из него вышел. Это как раз-таки та химическая аудитория 19 века, где когда-то слушали лекции студенты. И вот тот самый Александр Бутлеров заинтересовался химией, слушая лекции Николая Николаевича Зинина непосредственно в этой аудитории. И Бутлеров занимался химией у Николая Зинина и у Карла Клауса. И вот, что интересно, свою первую диссертацию он писал под дневным бабочком Волгу-Уральского региона. Эту тему ему предложил Карл Клаус. Первоначальное образование Александр Бутлеров получил в Казани. Учитель физики в пансионе сумел заинтересовать любознательного мальчика своей наукой и познакомил его с химией. Возле кровати Бутлерова появился крошечный шкафчик. В нем он держал свои склянки, с которыми усердно возился в свободное время. Кончил все оглушительным взрывом и небывалым наказанием. В общий обеденный зал служители вводили несколько раз из темного карцера провинившегося с черной доской на груди. На ней крупными буквами было написано «Великий химик». Никто, конечно, не думал, что эта надпись окажется пророческой. Конечно, надо сказать, что научная родина Александра Михайловича Бутлерова – это Казань, Казанский университет. Здесь он постигал азы химической науки под руководством знаменитых ученых. Осенью 1844 года Александр Бутлеров поступает в Казанский университет. Начален на правах неутвержденного слушателя. В феврале 1845 его зачисляют студентом первого курса по разряду математических наук с последующим переводом на разряд естественных наук. Его преподаватель – это Николай Николаевич Зинин, который впервые осуществил синтез анилина и сложил основу современной анилинокрасочной промышленности в мире. Также Карл Карлович Клаус, который известен во всем мире прежде всего тем, что он открыл новый химический элемент и назвал его в честь России – рутений. По окончанию университета Бутлеров по приложению Клауса и Лобачевского читал лекции по физике, химии и физической географии. В 29 лет Александр Михайлович уже был избран профессором Казанского университета. Чем уникальна наша химическая школа? Это тем, что была сохранена преемственность, и она есть и в современности. То есть мы можем увидеть по стенду, что у Зинина, у Клауса, был ученик Александр Михайлович Бутлеров, и уже ученики Бутлерова дальше развивают химическую науку по всей Российской империи. При активном содействии Бутлерова при университете были организованы педагогические курсы, а при них открыта библиотека и читальня. Созывались учительские съезды. Активно работали при университете вечерние курсы для разночинной интеллигенции рабочих, на которых Бутлеров систематически читал лекции. Он был сторонником высшего образования для женщин. Современники отмечали большое обаяние личности Бутлерова. Его разностороннюю талантливость, широту взглядов и интересов, открытый общительный характер, добродушие, деликатное и снисходительное отношение к ученикам. С 19 сентября 1861 года Александр Бутлеров на химической секции съезда немецких естествоиспытателей изложил основные положения теории строения органических соединений и ввел понятие «химическое строение». Александр Михайлович Бутлеров ввел понятие «химическое строение молекул» и определил это как определенная последовательность соединения атомов друг с другом в молекуле. Вот у меня в руках шаростержневые модели, и мы таким образом показываем, визуализируем строение молекул. И в то время это был такой революционный взгляд на то, чтобы объяснить, что же понимают под химическим строением, и говорят о том, что это есть совокупность атомов, которые определенным образом связаны друг с другом. Теория строения органических соединений, она очень во многом способствовала развитию такой области органической химии, которую мы называем органический синтез. То есть получение новых веществ, часто с практически полезными свойствами. Например, во второй половине 19 века стало возможным получать из бензола как сырья такие ценные вещества, как лекарства, красителя и душистые вещества. В этом плане структурная теория Бутлерова сыграла в органической химии просто гигантскую роль. Она сделала как бы осмысленным и целенаправленным синтез веществ органических и изучение их химических свойств. Создав теорию химического строения органических соединений, ученый приобрел мировую известность и умножил славу Казанского университета. Признавая высокие научные заслуги Александра Михайловича Бутлерова, его активную педагогическую и просветительскую деятельность, Совет Казанского университета 22 февраля 1861 года избрал его своим почетным членом. В профессорской читальне университета был вывешен портрет Бутлерова, выполненный масляными красками. Ныне этот портрет находится в императорском зале университета. Тогда Бутлеров в ответном письме совету выразил признательность по поводу избрания в почетный член университета. В Казанском университете прошли лучшие годы моей жизни, и благодарные воспоминания неразрывно соединяют меня с ним. Закрепив ныне эту связь, совет дает мне право звать Казанский университет по-прежнему своим родным университетом, а мои чувства к нему заставляют меня высоко ценить это право. Бутлеров создатель первой отечественной школы в органической химии. Первым объяснил явление изомерии, открыл полимеризацию изобутена, синтезировал ряд органических соединений, а еще ученый оборудовал в своем саду пасеку, написал несколько материалов о разведении пчел и начал выпускать журнал о пчеловодстве. Так, с его помощью в Казанской губернии появилась эта отрасль сельского хозяйства. В 1978-м, в год 150-летия со дня рождения великого русского химика Бутлерова, в Казани состоялась выездная секция Академии наук Советского Союза. Тогда же в университете в Ленинском садике был открыт памятник Александру Михайловичу Бутлерову. Нужно обратить внимание, что на постаменте начертано бензольное кольцо. Это одно из его открытий. И уже тогда, с 1979 года, на постоянной основе начали проводить бутлеровские чтения. Там с лекциями выступают самые крупные химики России. Александр Михайлович занимался исследованием явления полимеризации. Понимание химического строения полимеров, в конце концов, привело к важнейшим открытиям о самой жизни. Ведь такие базовые молекулы любой клетки, как ДНК, РНК, белки – это сложные полимеры. На основании работ Александра Бутлерова был разработан способ промышленного синтеза искусственного каучука. В 2008 году была учреждена золотая медаль имени Бутлера, присуждаемая Российской Академией наук за выдающиеся работы в области органической химии. Главное, что созданная Бутлеровым химическая школа продолжает заложенные традиции по сей день. Илья Андреев, Булат Садыков, КФУ. Итоги недели. О том, как студент КФУ работал в условиях чрезвычайной ситуации, расскажем далее. Также вы увидите. Шахматы в стенах Казанского университета практически были всегда. Шахматные короли. Почему в КФУ решили открыть шахматный клуб? На этой неделе высшие учебные заведения приступили к защите своих проектов в рамках программы «Приоритет 2030». Это самая масштабная в истории страны программа государственной поддержки университетов. Более 100 лучших вузов будут получать не менее 100 миллионов рублей на создание студенческих технопарков, обновление учебно-лабораторной базы, программ обучения. Одним словом, деньги пойдут на науку и образование. Казанский федеральный университет также готовит свою программу. Защита запланирована как раз на самый конец недели. Этому предшествовала большая работа. Группа работала над программой в течение всего года. Как отметил неделей ранее ректор КФУ Ильшат Гафуров, университет и разработчики при подготовке программы определялись с новыми приоритетами. Каковы они и как прошла защита всех заявившихся вузов, будет известно позже. А сейчас расскажем о наиболее значимых событиях на этой неделе. В Татарстане появится полстарост. Они будут развивать общественно-информационную жизнь республики. Об этом стало известно на первом республиканском старостате вузов Татарстана. Он прошел в стенах Казанского федерального университета. Его участниками стали заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева, ректор Ильшат Гафуров и новый министр молодежи Тимур Сулейманов. Первая встреча прошла в смежном формате. Очно было около 500 старост и в онлайн больше тысячи. Это огромное доверие. Работать старостой, человеком, который организует и отвечает не только за собственную группу, но и за все настроение студентского нашего актива и сообщества в целом. Ход конем. В Казанском федеральном университете открылся шахматный клуб имени Анатолия Карпова. Церемонию открытия посетили сам международный гроссмейстер, ректор КФУ Ильшат Гафуров и председатель Верховного суда республики Ильгиз Гелазов. Новый клуб – это, по сути, учебно-научный центр. Здесь будут изучать теоретические дисциплины в области комбинаторного анализа, теорий игр, теории принятия решений, планирования и прогнозирования профильных алгоритмов искусственного интеллекта. Шахматы в стенах Казанского университета практически были всегда, может быть, я переступил порог университета в 1978 году, здесь всегда играли шахматы. Не было такого формата, но интерес к шахматам был всегда. Шахмат развивает память. Я обычно родителям, которые приводят маленьких детей, первоклассников, говорю, что шахматы, конечно, время какое-то займут, но они научат детей концентрироваться лучше. Ректор КФУ принял участие в церемонии чествования победителей и призеров финала 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». Сборной республики поздравил Рустам Мениханов. Представители Татарстана завоевали на чемпионате в Уфе 80 медалей – 24 золотых, 34 серебряных и 22 бронзовых. Академик РАН, доктор биологических наук Вадим Говорон оценил лаборатории и ведущие проекты Инженерного института и Института экологии и природопользования КФУ. Он прибыл в университет с рабочим визитом и навстречу с ректором Ильшатом Гафуровым. Также российскому ученому рассказали о запуске карбонового полигона на базе Казанского университета и создании карбоновых ферр. Все серьезно. Под таким названием в начале этой недели в Елабужском институте КФУ стартовал новый проект. Директора, ведущие ученые и преподаватели Казанского федерального университета встретились здесь со студентами и школьниками. Провели для них мастер-классы и прочитали лекции по приоритетным направлениям работе вуза. Инициатор проекта в рамках года науки и технологий – ректор Ильшат Гафуров. Сотрудники и студенты Казанского федерального университета приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы Российской Федерации 8-го созыва. Ильшат Гафуров проголосовал вместе с супругой Венерой Гафуровой на избирательном участке номер 57 в Казани. Ректор университета отметил, что от осознанного выбора каждого гражданина зависит последующее процветание и конкурентоспособность России. Нужно выбирать тех людей, которые что-то уже жизнью успели сделать, поскольку опыт работы, он позволяет и дальше реализовывать те обещания, которые человек всегда дает, когда идет на выборы. И вернемся к первой теме нашего выпуска – общего – жития. Общежитие – это обучение жизни по ускоренной программе. А кто не жил в общаге, тот не жил вообще. Таков студенческий юмор, и ему уже несколько десятков лет. Многие поколения студентов прошли свой путь получения знаний ступени вуз-общежития. Именно общежитие становилось домом на пять лет для будущих врачей, инженеров, учителей. И это братство общего жития со многими из них проходит по дальнейшему их пути. Лучшими друзьями оказываются те, с кем когда-то делил общую комнату или одну кастрюлю супа. Самые веселые времена, добрые воспоминания, чувство локтя – это то, что остается в памяти навсегда. Кстати, как упомянул на встрече с журналистами ректор, он и сам когда-то был выходцем общежитского братства. Когда спрашиваешь взрослых товарищей или коллег о комфорте проживания, все пожимают плечами. Обычные? Разве об этом надо помнить? С этим, думаю, согласится и Леонид Толчинский. Он в своей рубрике отслеживает наиболее яркие события в интернет-мире. То, что стало наиболее обсуждаемым в благосфере. И вновь с вами «Смотрите сами». Действительно, тема общежития, тема среды обитания студентов стала чуть не самой бурно обсуждаемой в последние недели. И дабы не повторять многого, что было сказано в ходе дискуссии, позволю себе сделать акцент на фоном всплывшей проблеме. Проблеме выбора. Здесь как бы бросилось в глаза сразу несколько моментов. Во-первых, как человеку, попавшему в неконфортную среду, донести свою печаль до тех, от кого может прийти конструктивная помощь и поддержка? Здесь есть выбор. Можно адресовать свои печали мировому сообществу, отправив соответствующий месседж в социальные сети. Гнев, негодование, эмоции, лайки и перепосты. Вот результат. Стало ли жить комфортнее после этого? Может ли социальная сеть с ее хайпом стать площадкой для решения проблемы? Увы, но нет. Но именно этот путь избрали изначально критики положения дел в отдельных общежитиях. Был второй путь. Отладить канал коммуникаций с решателями через студенческие органы самоуправления. Но то ли сами студенты выбирают туда не тех, в кого верят. То ли выбирают позицию игнора своих избранных представителей. Тут остались вопросы. Во всяком случае, выбор в сторону эффективной коммуникации сделан не был. Чья сторона тут больше виновата, уже и не важно. Важно, что доверенных студенчеством коммуникаторов в общении с администрацией вуза реально-то и нет. Но напомню, что таких избрали сами студенты. К вопросу подключились средства массовой информации. Можно было бы сказать, что именно ролики в соцсетях привели к активному поиску решений проблем. Ибо СМИ их ролики активно растиражировали. Но и средства массовой информации в большинстве своем стали всего лишь ретрансляторами, перевалочным пунктом для роликов в соцсетях. Попыток, как тому учит классика профессии, разобраться в проблемах, досконально выяснить ситуацию у всех сторон, заинтересованных в улучшении положения дел, а может и виновных в появлении проблем, средства массовой информации не предпринимали. Кому от такого выбора пути решения накопившихся вопросов было легче, когда кроме некого истеричного гвалта ничего не происходило. Ну и результат мы знаем. Дошедшая директора картина после неуемных недель хайпа оказалась вполне объяснимой, а главное решаемой. Надо было всего-то успокоившись, сесть и внятно проанализировать всем сторонам участникам круг проблем. Я не говорю сейчас о том, что надо замалчивать свои вопросы и использовать те же соцсети как площадку для вынесения их на всеобщее обозрение. Я говорю лишь о том, что это выбор тех, кто между стремлением решить задачу максимально быстро и эффективно или хайпануть, выбирает приоритетно второй путь. Можно ли таким путем строить свою дальнейшую жизнь? Большой вопрос. Еще один серьезный выбор скрылся в этой истории. Вот девочка стоит возле грязной раковины в общежитии, демонстрирует насекомых и печальную картину на собственной кухне, в комнате и считает важным показать это всему свету. Тем самым она, безусловно, демонстрирует свою свободу выбора, погрузить в проблему весь мир и получить некое мазохистское удовольствие от этого. А слабо было бы, например, под ту же самую камеру поговорить с соседями по комнатам, однополчанами по кухне и туалету, которые своим беспорядком и грязью плодят и насекомых, и запах, и в целом дискомфорт. Тумбочки, матрасы, конечно, прерогатива университета, а запах и кавардак откуда исходят? Грязные плитки и замусоренные комнаты, где роскошно жить только тараканам. Не пользователи соцсетей, а живущие с тобой рядом, плодят личной безответственностью проблемы. Ну и, наконец, можно попробовать, например, самой помыть раковину или вынести мусор. Порошок типа «Пималюкс» продается во всех магазинах страны, включая продовольствие. Это не реклама, это информация. Но что-то не сложилось в домашнем воспитании. А еще маленький принц у Антуана Сент-Экзюпери дал емкий совет, как достичь благодати и комфорта. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Впрочем, возможно, про Экзюпери и порядок авторы хайпа не совсем слышали. А это значит, что университет, очевидно, исправит многие общие проблемы, ускорит реально востребованные работы по улучшению условий жизни студентов. А вот прочитают ли иные обитатели общежитий Экзюпери с его советами и возьмут ли это на вооружение, так и осталось загадкой. Пока же мало в каких вопросах выбор делается в пользу некоего общего блага через соответственную и естественную заботу о самом себе. Вот все лето велась дискуссия, надо ли обязательно вакцинироваться студентам. Победила либеральная позиция. Мол, это дело каждого. Но надо понять только одно, что этот каждый отныне отвечает за сохранение нашего общего, за сохранение возможности свободного, открытого и прямого общения друг с другом. Один заболевший новыми штаммами ковида способен заражать десятки, и это через месяц другой может стать причиной очередной порции ограничений, вплоть до нового локдауна. Я не зря сказал про новые штаммы. Мы этим летом поняли, что имеем в качестве общего врага давно уже не ковид-19, а фактически совершенно новый, злобный, агрессивный ковид-21. Его экспансия больше не направлена на исключительно пожилых. Он убивает с молниеносной скоростью молодых. Цена жизни каждого? Всего одна маленькая прививка. На кону и жизнь, и наши общие свободы и возможности. Да, добровольно, без давления, но взвесьте все за и против еще раз и сделайте выбор в пользу той самой свободы и жизни. Отсутствие ответственного выбора здесь уже привело к очередному витку заболеваемости ковидом, и это печальная статистика уходящей недели. Ну и кстати, еще на один выбор страна отвела своим гражданам целых три дня. Утроенная возможность реально продемонстрировать свою готовность что-то менять в своем и окружающем мире. Такой расширенный до 72 часов шанс на выбор. Снимать ролики для хайпа или заявить напрямую свой голос своими решениями проблем, что волнует. Сколько человек из молодых сделают выбор в пользу первого или второго, мы узнаем уже совсем скоро. Всем доброго. В ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые произошли этим летом в России, участвовали студенты Казанского федерального университета. Два представителя Института фундаментальной медицины и биологии работали в команде молодых добровольцев Татарстана. Один из них будущий врач, студент шестого курса, Никита Вихеров, сегодня у нас в студии. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что это за команда молодых добровольцев и как вы туда попали? Это команда молодежки ОНФ, которая существует по всей Российской Федерации и в том числе в республике Татарстан. В период пандемии я искал волонтерские организации и совершенно случайно нашел молодежку ОНФ, пришел на собеседование к координатору и записался в ряды добровольцев. В какие точки чрезвычайных ситуаций в итоге вас направили и какие навыки вам пришлось применять там? Мы были в двух зонах ЧАЭС. Это республика Крым, город Ялта, и республика Саха, Якутия, район Бязь-Кюэль. Наша команда, она многогранная. Мы оказываем и адресную, и юридическую, и психологическую, и медицинскую помощь. Также ребята владеют навыками работы с различным оборудованием, техникой. Вы же еще стали добровольцем-экологом, помогали очищать территорию самой Арктики. Расскажите, как это проходило? Да, наша вторая командировка, она была на полуостров Таймыр, город Дудинка. Мы работали на прибрежной территории Енисея, и наша главная задача была в зачистке берега от металлолома и сохранении экосистемы. Вы от КФУ ездили один или с кем-то из ребят, и как там вообще в Арктике? Холодно? В Арктике от КФУ я был один. Да, там довольно-таки холодно, но нам посчастливилось застать лето, и это были довольно-таки теплые деньки. А вот уже в Якутию, в Республику Саха, ко мне присоединился мой коллега из Института фундаментальной медицины и биологии, Амар Хусейн, студент пятого курса лечебного дела. А в каких условиях вам приходилось там жить, и о чем думали? Может быть, скучали или пожалели? Во всех командировках мы жили по-разному. В городе Ялта мы жили на территории Ливадийского дворца, в корпусе, где жили НКВДшники, которые охраняли Ялтинскую встречу. В Республике Саха, в Якутии, мы жили в палаточном лагере на окраине как раз района, около леса. А в Норильске, в городе Дудинка, мы жили в гостинице. Интересно. А на какого врача вы учитесь в КФУ, и вообще, почему решили стать добровольцем? В КФУ я учусь на врача общей практики, и быть добровольцем – это состояние души, это образ жизни. Сложно объяснить, как и почему хочется им стать. Это просто внутренние чувства, которым мы следуем. Желаю вам сохранить это чувство на протяжении всей жизни. Спасибо за интервью. Спасибо. Воображение приведет вас куда угодно. Так говорил Альберт Эйнштейн. Воображайте, действуйте, включайтесь, в том числе и к общественной жизни университета. Всего доброго. Альберт Эйнштейн